Следующая вещь. Кролика представляете себе? Курица представляете себе? Хорошо. Лошадь представляете? А теперь давайте договоримся. Вот эта поверхность головой называется передней. Вот эти две поверхности боковыми. Вот эта верхняя, вот эта задняя. Скажите, пожалуйста, у меня и у вас глаза на какой поверхности головы? На передней. А у кролика курицы, лошади на боковых. А в чем дело? Ведь это же очень странная конструкция. Давайте посмотрим. Я смотрю на кролика сверху. Вот он у меня под ногами. Я на него сверху смотрю. И что я вижу? Вижу, вот его голова. Вот у него уши. Вот здесь у него нос. Вот таки. Классно. А глаза где? А глаза вот тут. Раз, два. Вот два глаз. Теперь смотрим. Кролик не поворачивает головы. Он не совершает никакого движения головы. Вот не поворачивая головы, одновременно. Какую часть горизонта он осматривает? Смотрим. Раз. За этой линией, вот здесь, этот глазик может что-нибудь увидеть? Нет. Нет, щека мешает. Так? Два. Ну, ухо выше глазу. Так что ухо не мешает. Вопрос. За этой линией, вот здесь, этот глазик может что-нибудь увидеть? Не может. Висок мешает. В результате, вот угол, так, который сканируется одним глазиком. Теперь смотрим. Второй глаз. Раз. Два. А теперь смотрим. Если мы продолжили эти линии, вверх и вниз, они пересекутся или нет? Да. А что это значит? По-русски говоря. А не поворачивая головы, кролик видит все вокруг себя. Видит. Ну, почти все. Ребят, только то, что совсем рядом с ним. Вот этот сектор, для него слепой сектор. И спереди, вот совсем рядом, перед носом. Слепой сектор. Так. А все остальное, мы вполне видим, не поворачивая головы. Значит, теперь смотрим. Точно так же сверху, посмотрите. Смотрим на человека. Что получаем? Есть. Мы видим гораздо меньше. Не меньше, не в этом же. Дело здесь не в количестве. Так, чаще всего и бывает. Вот положение глазных ябл. Глазные ябл, кстати, крупная. Просто снаружи виден очень маленький сегментик. Сомкните вот так кольцо, большой и средний палец. Вот такого размера у вас глазные ябл. На самом деле, это такие крупные шары, которые ставят глазницы. Значит, хорошо, вот они, глазные ябл. Попробуем вот такую гармл, вот такую карту в составе для человека. Значит, вот этот глаз может видеть вот так. Вот здесь он видит, или нет? Не, не видит, нос мешает. Точнее, переносится. Хорошо. А здесь, а здесь он может видеть вот так. В округу. А почему вот здесь не может быть? А лесок мешает. Так, смотрим, для этого глазика ровно то же самое. Раз, два, в результате, не поворачивая голова одновременно, мы с вами сканируем меньше половины горизонта. Вот здесь для нас зона полной неизвестности. Для того, чтобы что-нибудь увидеть там, нам надо поворачиваться. Скажите, какой вариант, с вашей точки зрения, более безопасный? Нет. Ага. Ну а что ж тогда наши преды с таким боги взяли, отказались от хорошего варианта построения? Ну а так, пока мы положим глаза, они через себя играют с непонятными, а тепло зрения через себя играют с пищниками, чтобы видеть, да, инферировать внимание на добычу. О как! Хорошо. А животное с боковым глазом взяло вот так, вывернуло голову и концентрирует внимание на добычу. Неудобно за ним переживать? Очень удобно. Почему неудобно? Здесь надо попросить. У людей для не больше то есть они ближе начинают перескать полезные могут оба вас и вот через предыдущие задражения, что дает изменение обстояния Ура! Отлично! Поднимайте руки у кого в школе уже есть геометрия. А, все, отпускайте руки. Можно с вами говорить по-настоящему. Давайте смотрим вот на что. Вся игра из-за вот этого сектора. Дело в том, что любой предмет, находящийся в этом секторе, вот, на русском старше, вот эта точка, попадает в этот сектор? Попадает в этот сектор. Да? Эту точку будет видеть только один глаз или два глаза? Два глаза. При этом исключительно рано у человека в течение первых пяти-семи дней жизни вот с родственной рождения настраивается рефлекторный аппарат, который будет взаимосвязывать движение обоих глаз. Если повернулся одно глазное яблоко, повернется и второе. Причем с очень интересной тригонометрической поправкой. Делаем раз, два, скажите, пожалуйста, если вот это у нас плоскость лица, угол Альфа, то есть это угол разворота глазного яблока, правого глазного яблока, на этот ряд, и угол Бэта, это угол разворота левого глазного яблока. Одинаковый или разный угол? Разный угол. Так вот, у нас с вами черепушка, вмонтирован рефлекторный аппарат решения тригонометрических задач. Эта система автоматически сравнивает космосу угол. А в результате что получаем? А в результате мы получаем возможность вычислить длину вот этого отрезка. всем понятно, что это просто решение нормального треугольника, которое происходит на чистом реприкторном уровне и дает совершенно гениальную возможность. Дает измерить расстояние от предметов в глубину. Не смещение налево-направо, а прилить настолько далеко от вас предмет. Это называется объемное зрение. Итак, короткая формулировочка. Вот такое зрение, при котором предмет рассматривается двумя глазами сразу, называется бинокулярное зрение. Так вот, бинокулярное зрение обеспечивает объемное восприятие, 3D-восприятие, а не 2D. Итак, бинокулярное зрение. обеспечивает 3D-восприятие. Вопрос, а зачем это дело понадобилось нашим предкам, которые деревья осваивали? Правда? Нужно знать, чтобы стояли деревья подпорожили. Разумеется. Ну, смотрите, допустим, лежит кролик, да, и на 5 см ошибся в расчете длины своего прыжка. Какие неприятности с ним могут быть? Ну, в худшем случае, споткнулся и разбил нос. Согласны? Что-нибудь более тяжелое и трагическое может произойти? Голову в серьезной праве? Голову? Кролик? А, не кролика? Угу. Значит, кролик не... Это не Форт Хоупс. Он 120 км в час не развивает. И масса у него слегка другая. Для того, чтобы получить травму головы, это необходимо разогнать со всей дури и за всем силом грешется головой к камень. Вот только в этом режиме у него знаете ли еще шерстные покровки, которые амортизируют удары. То есть травма головой все жестко. Значит, а теперь есть у нас древесный приматель, который прыгает с ветки на ветку и пустяк на 5 см ошибся в определении расстояния прыжка в определении глубины. Что будет? Не поймал метку? А по 10 метров. Значит, то есть 3D-зрение для свободного действительно овладения жизнью в кронах вещь крайне необходимая. мы с вами потомки живых существ из трехмерного из 3D-мира обновляющего большинство других млекопитающих. Это 2D. Все копытные, хищные и так далее. Это 2D. Они двигаются по плоскости по земле. Кто из млеков кроме нас 3D китообразные а не в обмен мирового океана. Ластоногие. Ну и воздушные летучие рукокрымы. Они, конечно, 3D-ориентированные ребята. Так? Хорошо. Значит, получили второй признак, который мы вытащили для всех примат характерный. Значит, этот признак называется бинокулярное зрение. Третья особенность. Итак, мы получили активно перемещающегося в кронах деревьев зверя хорошо подобного мастриятия, у которого не запрещено увеличивать размер.